Доброе утро, дорогие друзья! Всем и каждому утро на телеканале НТС. Если вы еще не завтракали, то у вас есть сейчас замечательная возможность посмотреть нашу передачу, позавтракать и познакомиться с замечательными гостями. Ну, а в этом часе мы и говорим о балете. Говорим о том, кем бы вы хотели стать в детстве. Вот, есть девушки тоненькие, изящные, которые хорошо танцуют, и которые видели себя всегда у станка. И всегда спорили с папой, возможно, когда тот смотрел футбол, что нужно смотреть балет, нужно поставить нам балет. А сегодня в гостях у нас Кристиан, Наиля и Джамиля Туляева. Здравствуйте! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, Кристиан, чем вы занимаетесь? Расскажите о себе, мы знаем, что вы приехали к нам издалека. Давайте! Надо начать, наверное, с того, что я учился в Вагановском училище вместе с Джамиле. Мы были практически одноклассники. У нас была такая, скажем, тяжелое детское время в нашем знаменитом училище. И у нас, как бы, старая дружба. Благодаря этой дружбе мы снова все встретились. И вот я оказался здесь. И вот сегодня у меня есть такая возможность для ваших, скажем так, студентов и ребят дать мастер-класс, на который могут все прийти и посмотреть, и попробовать. Отлично. то, как концерт, то, или там... Отлично. Наиле, у нас к вам такой вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве? Ну, как бы, у меня брат. Он артист балета. И когда я была маленькой, он туда поступил. И когда он приезжал на каникулах, он всегда танцевал, и мне это очень нравилось. Всегда включал балетные диски. И я постоянно смотрела, любовалась, мне это нравилось. И с детства я уже хотела стать балериной. Наиле так скромно представила. У нее родители тоже связаны с хореографией. Эрик Латыпов, Саргала Типова, руководители большой группы детской, которые представляют президентские. Вот новогоднюю елку готовят. Хореографы. Естественно, они по наследству уже. Династия. Династия. А брат у нее солист Мариинского театра, уже очень, Эрнест Латыпов. Молодой, перспективный, подающий большие надежды. Вот такое стечение обстоятельств. Сегодня собрались и студенты, получается, и хореографы. Все мы, выпускники, в академии сегодня еще будет встреча. Наши однокурсники все соберутся. Кристиан, а скажите, пожалуйста, как давно вы начали заниматься балетом? Ну, это, ну, с 10 лет я, как попал в училище, так с 10 лет. И мы учились 9 лет в Питере, ну, а потом уже все разъехались по всему миру кто куда. Кто куда и где оказались вы? Ну, после училища я попал сразу в Большой театр. После Большого театра я уехал в Канаду, из Канады в Австрию, из Австрии в Германию, ну, и дальше так. В общем, география расширяется. Расширяется, расширяется. И вы приехали сюда специально для того, чтобы дать своего рода мастер-класс? Это тоже, но мне хотелось спустя 25 больше лет увидеть своих санклусников. Да, где-то так. В прошлом году на юбилей 275-летие Академии русского балета было и приглашали всех выпускников на отчествование этого мероприятия. Через 26 лет мы с Кристианом встретились. 26 лет. Да, ну, до этого, конечно, общались, сейчас современные технологии, интернет есть, мы общались. Ну, вот, воочию мы... Прямо как у Дюма, получается. И мы говорим, Кристиан, ну, приедь у нас тоже, проведи мастер-класс. Ездишь по всему миру, проведи у нас. Дождались, получили? Отлично, друзья. Сегодня это совершилось. Для каждого из вас 57, 77, 97. Дождались, все совершилось, будет мастер-класс. Подробную информацию можно получить и, конечно же, задать вопросы нашим гостям.